Дорогие братья и сестры, хотелось бы всех вас приветствовать словами воскресшего нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! И обратимся к Слову Божию. Будем читать из самой поэтической книги Ветхого Завета, книги Псалтири, Псалом 72. Но перед тем я хочу несколько сказать слов. У каждого мыслящего человека возникают вопросы. И часто мы, взрослые люди, бываем как трехлетние или пятилетние почемучки. Задаем вопросы, иногда мы имеем ответы на них, иногда на эти вопросы мы отвечаем сразу, иногда используем какую-то литературу или же интернет для того, чтобы ответить вопросы. Иногда с помощью друзей, близких. Но есть вопросы, которые мы можем ответить лишь только найти ответ в Слове Божьем, при свете Слова Божия и в молитве. И здесь в 72-м псалме мы читаем, что здесь есть вопросы, которые в этой жизни невозможно даже нам ответить. И мы только будем знать на некоторые вопросы ответы в вечности. Как и две тысячи, и более двух тысяч лет назад, сегодня перед многими людьми стоит, я думаю, что и часто мы задавали себе вопрос, почему. Почему сегодня, как и тысячи лет назад, многие люди, которые не знают Бога, которые не поклоняются Ему, не служат Ему, почему эти люди благоденствуют в жизни, имеют все лучшее и богатство, и здоровье, а многие люди, которые верят, поклоняются Богу, служат Ему, проходят, может быть, жизненные трудности, испытывают болезни, переживания в своей жизни. И на эти вопросы задавал псалмопевец Асав в 72-м псалме. Оглядываясь в советское прошлое, мы можем увидеть, что вожди пролетариата, как тогда называли, они жили в роскоши, а многие бедные люди испытали страдания в лагерях Сибири и Дальнего Востока. И как ни странно, среди этих людей, которые испытывали страдания и болезни, были и наши братья и сестры, в основном, конечно, братья, и они прошли этот трудный путь, и многие нашли там свой покой и соединились со своим Господом, которому они служили. В одном гимне мы когда-то пели слова такие, «К праху их не найти стезей средь тайги и лесов Сибири». И многие наши дорогие братья отдали свою жизнь за нашего Господа Иисуса Христа. В 29-м году прошлого столетия в Торонто, в Канаде, проходил Всемирный съезд евангельских христиан. На этот съезд была приглашена делегация из тогдашнего Советского Союза, и вместо приветствия, когда предоставили им слово, наши братья вышли и спели гимн, в котором есть такие слова. «Страшно бушует житейское море, грозные волны качают ладью в ужасе смертном, в отчаянном горе. Боже, о Боже, Тебя я молю!» Слова этого гимна отобразили положение христиан в тогдашней атеистической империи. Но все слушатели понимали, на грани какого состояния находился мир тогда в то время. И этот гимн кончается обращением ко Христу как к единственной надежде на спасение. И последний стих этого гимна говорил «К пристани тихой Твоих повелений путь мой направь и меня успокой, и из пучины житейских волнений к берегу выведи Боже благой». Итак, мы обратимся к 72-му псалму. Я буду читать выборочно стихи, отрывками. Я хотел бы разделить этот 72-й псалом на три части. Первая часть здесь говорится о зависти и ее последствиях. Это и сомнение, и разочарование. И вот псалмопевец Асав, он был современником Давида. Он был левитом, одним из начальников хоров, которые служили при скине и собрании в израильском народе. Храм еще в Соломоновне был построен. Но служение Богу, оно продолжалось даже на пути в хананскую землю, в пустыне народ служил Господу. Итак, с первого стиха. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И 13 и 14 стихи. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Вот эти слова записал псалмопевец Асав, который написал более десяти псалмов. Остались его псалмы в книге «Псалтир». И вот он описывает здесь, что он позавидовал безумным. То есть он рассказывает о себе, в какое время он жил, что, хотя это было очень давно, но человек, греховный человек, греховное сердце, оно, как было две тысячи лет назад, так оно и в настоящее время. И один автор говорит, что ничего нет нового под небом. Шелест листьев и движение рек, старый мир, но он другими не был, и не был другим и человек. И вот псалмопевец Асав задает вопрос. Он едва ли не пошатнулся, когда он посмотрел на вот этих людей, которые благоденствовали, которые не служили Господу. Жизнь их была неугодная Богу, но они благоденствовали в жизни своей. И сегодня, я думаю, что каждый из нас хоть один раз, но задавался в жизни подобными вопросами, когда мы смотрим на людей, окружающих нас. Но псалмопевец Асав показывает в этом псалме, в следующих его частях, он покажет, как он неправильно поступал в жизни своей, когда он позавидовал. Мы знаем, что зависть – это греховное чувство, но она проявляет, она, впоследствии ее, это сомнения. Вот как здесь было псалмопевец Асав, он усомнился в справедливости Божией. И он задает себе вопрос, так не напрасно ли я очищал сердце мое. Когда мы читаем Новый Завет, дорогие братья и сестры, сегодня я уже говорил приветствие воскресшего Господа Иисуса Христа, когда Христос был вознесен на крест Голгофа, когда Он умер, ученики были в страхе, растерянности, в сомнениях. Но когда они собрались в горнице после воскресения нашего Господа Иисуса Христа, и Христос пришел в эту горницу и сказал им «Мир вам!». И они тогда осознали, осознали то, что не напрасно они подвязались и служили, и прославляли своего Учителя. Они осознали это. Но в первый раз, когда Христос явился ученикам, не было Фомы. И Фома, когда уже ему рассказали ученики о том, что учитель воскрес, он сказал, что не поверю я, пока я не увижу его раны на руках его, когда не вложу свои пальцы в эти раны, пока не вложу персты, пронзенные ребра учителя, я не поверю. И, дорогие братья и сестры, прошло определенное время, там больше недели, и в следующий раз, когда они были собраны в горнице, двери были заперты, как Слово Божие говорит из опасений от иудеев, является Иисус Христос ученикам своим. И с ними был Фома. И Христос опять является в горнице и говорит, мир вам. Он взглянул на Фому, и я представляю, как бы поступил, наверное, каждый из нас, может, не каждый, но большинство из нас, мы бы, наверное, осудили Фому. И что-то, может быть, сказали ему неприятное. Но Иисус Христос со смирением, с любовью, Он посмотрел на Фому и говорит ему, Фома, вложи свои пальцы в раны мои, посмотри на эти раны, вложи свою руку в пронзенное бедро мое, и не будь неверующим, но верующим. И мы, Слово Божие передает, что мы услышали, они услышали крик рыдания и покаяния этого ученика. Он говорит, Господь мой и Бог мой. И Христос сказал ему, не будь неверующим, но верующим. Дорогие братья и сестры, сомнения посещают, наверное, многих людей. Но как важно, чтобы вот именно сомнения, подобно, как сомневался Фома, как сомневался Асав, и позавидовав безумным, чтобы эти сомнения мы разрешали в молитве перед нашим Господом. Следующий отрывок этого псалма можно озаглавить место получения ответа. Покаяние и смирение псалмопевца Асава. 16 стиха. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении ты, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел, «Как скот был я пред тобою». Братья и сестры, мы видим место, где ответ получил псалмопевец Асав. Его душа терзалась. Он смотрел на этих людей, окружающих его, и сердце его разрывалось. Но когда он вошел во святилище Божие, он уразумел конец их, написанное в этом месте. Я сегодня не буду рассказывать о святилище. Мы на утреннем служении слушали брат Олег, говорил, как был устроен храм или же синагога еврейская. Вот на примере молитвенного дома, где двор язычников, двор женщин, было святилище святое святых, где находился ковчег завета. Это было скиния, это еще было временное жилище Бога. Храм Соломона еще величественный не был построен. И вот хотелось бы сказать лишь только, что войти во святилище сегодня для всех нас это значит приблизиться к Богу, приняв Его верой, и довериться Ему, и изучая Его святое слово. Одним словом, иметь общение с нашим Господом. И вот когда псалмопевец вошел во святилище, когда он вошел и имел общение с Богом, он называет себя этими словами «Тогда я был невежда и неразумел, как скот я был пред тобою». Какое великое покаяние этого человека перед Богом. Мы слышали, как Фома рыдал, и из его сердца вот эти слова вырвались «Господь мой и Бог мой». Он понял свое сомнение, свое то, что он неправильно поступал в жизни. И подобно ему псалмопевец тоже говорит, что «как скот я был пред тобою». Если мы говорим о святилище, хотелось бы привести несколько примеров из Слова Божия. Сегодня один из них мы уже утром слышали, о Моисея, когда он пас овец у тестя своего в пустыне, когда он подошел к горящему кусту терновому, который должен был за секунды какие-то сгореть, но этот куст горел и не сгорал. И Моисей решил подойти. Что же такое там происходит? И когда он подходил, Бог из этого горящего куста говорит ему «Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И это было святилище для Моисея. Это было то место, где Моисей имел тесное общение с Богом. И он получал именно здесь, в этой пустыне, на этом месте, где горел этот куст терновый и не сгорал, Моисей получал поручение от Господа вывести его народ из плена египетского. Второе место – это Бытие, 28 глава, где говорится об Иакове, который, убегая от своего брата Исава, мы знаем эту историю, читающую Библию, когда Иаков убегал к Лавану, дяде своему, и он, уставши, утомившись в пустыне, он нашел место, где мог отдохнуть. Под голову он положил камень, нашел, и вместо подушки у него был камень, он прилег и уснул. И во время сна он увидел сновидение, Бог явился ему, он увидел лестницу, которая восходила от земли к небу, увидел там ангелов, которые перемещались вверх-вниз, увидел Бога, который говорил с ним, и он сильно испугался. Когда он встал, он сказал, здесь место свято, здесь Дом Божий, и он нарек это место, Вифиль, Дом Божий, он положил этот камень, и это было святилище для Иакова. Здесь он также имел тесную встречу с Богом. Бог ему открывал многие вопросы, он ему говорил о том, что надлежит ему пройти в этой жизни, и Иаков имел встречу с Господом. Святилище для Ионы, пророка, я думаю, все мы помним эту историю, и даже дети ее знают. Когда Иона, Бог посылает Иону проповедовать Неневию, но Иона решил сделать все по-другому. Он садится на корабль и уплывает в другую сторону. И он оказался в очреве кита, этой большой рыбы. И здесь было место встречи с Богом. После этого Бог повелевает этому млекопитающемуся выбросить Иону на берег, Иона оказывается на берегу уже. И после этого общения с Богом Иона исполняет. Господь опять говорит ему, Иона, встань и иди в Неневию, для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Иона встает и беспрекословно уже исполняет повеление Господа. Братья и сестры, эти слова, эти примеры говорят нам о том, что в разные времена люди имели общение с Богом. И хотя Бог находился в Скинии собрания, позже в храме Соломона, в храме, там, где находился Господь, где находился Ковчег Завета, и многие евреи приходили туда, чтобы поклониться Ему, но и в те времена именно Бог находил разные места для общения с людьми. Сегодня мы живем в новозаветное время. И я думаю, каждый из нас помнит беседу нашего Господа Иисуса Христа, когда Он был на этой земле, и когда Он проходил пустыню через Самарию. Я думаю, вы помните хорошо беседу с самарянкой. И когда Он разговаривал с этой женщиной, и там Он, значит, беседуя с этой женщиной, Иисус Христос говорит, что женщина сказала, что мы поклоняемся на этой горе, а вы говорите, что надо в Иерусалиме поклоняться Богу. Но Христос сказал ей такие замечательные слова, что наступает время, и настало уже, что и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться, но истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Дорогие братья и сестры, и это Слово Божие призывает нас, чтобы мы поклонялись Богу в духе и истине. И вот третья часть этого псалма прочитаем с 23 стиха. Хотелось бы ее назвать «Песней надежды и упования». 23 стих и до конца. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа, Бога, я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Дорогие братья и сестры, эти вот последние слова, они вселяют в нас надежду и упование на нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня утром мы слышали проповедь об пророке Исаии, которому Бог очистил уста его вот этим черным углем. Это похожее место. Оно также рассказывает, Псалом Асав рассказывает о себе, как Господь исцелил его духовно, как Он открыл его очи, как Он, подобно тому пророку Исаии, которому он очистил уста, Он открыл его глаза, когда Он смотрел, завидовал этим людям, нечестивцам этого мира, но Бог показал конец их, и вот псалмопевец в покаянии падает перед Господом. Он просит у него прощения, он называет себя даже животным, каков он был неправ перед Господом. И в конце, когда Он получил прощение, Он воспел эту песнь надежды и упования. И вот этот отрывок, он является девизом многих верующих людей. Я думаю, многие братья и сестры знают его наизусть, хотя бы некоторые стихи. И вот хотелось бы еще заострить наше внимание на те вопросы, которые возникают в нашей жизни. Люди задаются различными вопросами. Я встречал одного человека, с которым беседовал, и его интересует один лишь только вопрос. Куда девалось дерево познания добра и зла, из рая? Его не интересует вопрос спасения, вопрос общения со своим Творцом. Вот этот вопрос его интересует. И многие другие люди задают различные вопросы, которые не так важны в нашей жизни. Но есть один вопрос, который мы должны решить на этой земле. И это вопрос спасения. Вопрос общения с нашим Господом Иисусом Христом. И хотелось бы, чтобы все мы, смотря, читая вот 72-й псалом, псалом Асафа, чтобы мы могли уповать и надеяться на нашего Господа. И вот псалом Асаф прошел путь от зависти и сомнения до смирения и сокрушения своего сердца. И впоследствии он увидел, что надежда и упование в нашем Господе. И живя в этом мире, в это время, когда люди этого мира не знают, как жить, как поступать, что говорить, на что и на кого надеяться, сегодня, я думаю, что каждый христианин может с уверенностью сказать, что наша жизнь в руке нашего Творца, и что надежда и упование на нашего Господа. Да поможет нам Господь, чтобы могли всегда надеяться и уповать на нашего Господа, Иисуса Христа. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша Церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова